Начнем с происшествий. МВД Бурятии разыскивает подозреваемого в нападении на ломбард. Преступление произошло 27 мая. Неизвестный мужчина зашел в скупку по улице Октябрьской и, угрожая ножом, потребовал у продавца наличные. Похитив 13 тысяч рублей, нападавший скрылся. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В МВД дали словесный портрет подозреваемого. Мужчина плотного телосложения был одет в спортивные черные брюки и толстовку. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом, обратиться по телефону на экране. 17 и 12 лет колонии строгого режима получили два жителя Уан-Удэ за жестокое избиение автомобилиста, который впоследствии скончался. Такой приговор им вынесли сегодня в Верховном суде Бурятии. Обвиняемые свою вину не признавали и сводили все к самообороне. Перед конфликтом мужчина прихватил из автомобиля деревянную биту. Однако их доводы не нашли подтверждения. Само преступление произошло в декабре 2021 года. В день защиты детей республиканская ГИБДД поделилась печальной статистикой. Так, с начала года в различных авариях пострадало 72 несовершеннолетних. Один скончался. В целом в каждом шестом ДТП пострадал ребенок или подросток. С наступлением каникул ГИБДД призывает родителей ежедневно повторять детям правила поведения на дороге. Уже к концу десятилетия МРОД должен превысить прожиточный минимум. Во всяком случае, такими прогнозами поделился министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время встречи с фракцией ЛДПР в Госдуме. Мы планируем увеличивать минимальный размер оплаты труда более высокими темпами, чем растет прожиточный минимум трудоспособного человека. Планируем, что к 2030 году мы достигнем соотношения 1 к 1,3. То есть минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум на 30%. Отметим, с 1 января будущего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен и составит 19242 рубля. С 1 июня в силу вступает ряд новых законов. Так, например, с сегодняшнего дня вейпы можно будет купить только в специализированных магазинах. Причем продукция не должна быть выставлена на прилавках, не должно быть их фотографий и рисунков. Кроме того, с 1 июня частные и государственные организации должны отправлять данные россиян в единую биометрическую систему. Речь идет о передаче изображения лица и записи голоса. Однако от этого можно отказаться. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в МФЦ. При этом компании и госструктуры не имеют права отказать вам в предоставлении услуг, если вы откажетесь от биометрии. А конкретно в Бурятии с 1 июня сократилось количество управляющих компаний. Из 176 работу продолжат лишь 80. Остальным гостройжилнадзор не продлил лицензию. За дома, чьи управляющие не переоформили документы, теперь отвечают муниципалитеты. Они обязаны назначить управляющие организации и, кроме того, жители могут и сами выбрать новую УК. Для этого следует провести собрание жильцов. До появления новых управляющих содержать дома будут прежние организации.